всем привет здорово сегодня у нас видосик посвящен теме такой интересной теме как когда у мастера есть оборудование но нет мозгов сразу хочу пользуясь случаем передать привет одному мастеру роме который снабжает нас постоянно работа и за это ему огромное спасибо в общем молодец давай помогай нам будем трудиться еще долго и долго с тобой в общем ситуация такая пришел ноутбук моделька hp пробук 4510 с предыстория такая сломался ноутбук не было изображения они сдали какому-то знакомому мастеру он отремонтировал им этот аппарат они забрали провели все работает сказали сказал он им что была замена видео чипа здесь сейчас стоит замененный видео чип мы сейчас мы посмотрим что там заменили вот и спустя три месяца происходит то же самое черный экран она экране на внешнем мониторе артефакты давайте мы их посмотрим понаблюдаем эти артефакты сейчас покажу вам монитор внешний вот пожалуйста артефакты полосы такие вообще когда я разбирал этот ноутбук долго не мог понять в каком состоянии человек его собирал вообще полуша болтики все разные во первых шлейфы некоторые оплавлены во вторых они лежат не в тех местах где должны они проходить то есть их но я не знаю в каком состоянии действительно пьяный был может быть он в этот момент думал о какой-нибудь девушки до что мешало ему сконцентрироваться на работе ну в общем спорка была отвратительная то есть например даже если посмотреть вот этот шлейф он лежал там под низом хотя он должен здесь лежать наверху примеру я про этот шлейф кнопки включения наверху есть через специальный желобок проходить и вот таких шлейфов я нашел несколько штук которые таким образом были не на своих местах болты все разные об этом упомянул но сейчас мы разберем я примерно знаю что здесь сейчас мы разберем и я вам покажу одну интересную вещь снимаем систему охлаждения во первых меня сразу смутило что когда вентилятор крутится система охлаждения не выдувает то есть она забита но тем не менее не менее мало ли что то может быть сейчас мы посмотрим может быть и замены чип это не было может быть просто прогрел взял четыре с половиной рубля и отправил их в освоясь и обратно они не могут ему по гарантии предъявить потому что чел потерялся не берет трубку в общем не знаю как это такая вот мутная ситуация и отдали нам через там каких-то по рекомендации знакомых в общем смотрите я снимаю смотрим что тут за видео чип стоит так что я вижу ну во первых какая-то замена чипа была потому что чип снимался реально снимался видно это убран компаунд поставлен аккуратно видите компаунда нету на этом есть красный компаунт здесь нету то есть было снятие чипа ну по дата коду виду вижу что чип все-таки новый чип все-таки новый но есть одно но к чему я вообще все это снимаю сейчас все поймете смотрите когда я снял этот аппарат когда я снял этот аппарат я заметил что здесь есть терморезинка также меня смутило что здесь ее нет хотя она здесь должна я вообще редко с таким аппаратом работал но я всегда знаю что если поверхность к это неровно а в данном случае здесь вот видите как это выпуклость здесь скорее всего должна быть терморезинка я проверил по гуглу погуглил то есть посмотрел видосы на ю тубе и действительно те люди кто разбирают когда снимаю там видно что здесь должна быть такая же терморезинка а здесь установлена вернее здесь резинку выкинули вот так они выкидываются и намазали термопасту что недопустимо терморезинку специально наносят потому что имеется всегда небольшой зазор но не всегда у некоторых аппаратов и они используют специальную терморезинку специальную терморезинку не просто какая-то жвачка специальная теплопроводящая специальных композитных материалов специальная резинка вот она как раз таки вот этот воздушный зазор компенсирует а когда вы это место заполняете термопастой эффект от нее никакого мало того мало того здесь нанесена термопаста вместо термопрокладки так я думаю что еще и система охлаждения забита к чертям сейчас мы тогда это и посмотрим хотя я отсюда вижу что она здесь забита то есть человек заменил чип заменил чип на новый чип поставил его аккуратно видимо имеется все-таки оборудование но при этом совершил одну из главных ошибок он заменил терморезинку на термопасту мало того он не почистил еще и систему охлаждения таким образом видео чип вышел из строя заново то есть это как каким нужно быть дуболомом просто дуболом в итоге сейчас клиенты будут еще раз платить за замену чипа но естественно мы сделаем с умом с головой то как оно и должно быть в общем ребятки если вам видос понравился если у вас есть вопросы со своими ноутбуками вы нам пишите задавайте в комментарии вступайте в нашу группу пишите в группе а также не забудь подписаться на наш канал чтобы быть в курсе событий чтоб быть в курсе как должны ремонтироваться ваши ноутбуки вот так всем пока